Всем привет! Продолжаем маленькие путешествия. Собор Воскресения Христова, действующий православный храм в городе Старая Русса. Собор в память воскресения Иисуса Христа находится на берегу реки. Порость при впадении в нее перерытницы, когда там стояли высокие городские стены с крепкими воротами. С давних пор стояли деревянные дубовые стены, кругом их были земляные валы, а по углам стояли каменные башни. Покровская, Тайницкая, чертовесная, глухая, наугольная. Это был маленький острог. Там же находился воеводский дом, съезжая изба, пороховой амбар, казна, лавки, кабак, подьяческая. Около Покровской башни была возведена небольшая церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Точная дата строительства ее неизвестна, но из описи, сделанной в 1625 году, значится, что во время шведского нашествия, это в 1611 году, в 1615, церковь не была разорена. Долгое время именно она была соборной церковью Старой Руссы. В 1690-е годы соборный староста Михаил Федорович Сомров прихожанами на свое иждивение решил перестроить храм. И на место церкви в 1696 году был построен в первом малом виде каменный собор Воскресения Христова, составил из трех пределов, был освящен при большом скоплении народа. Собор перестраивался, Воскресенский собор в разные годы посещали императоры Петр I, Екатерина II, Александр I, Николай I, Николай II. Постепенно храм старел, в него уже не вмещались все прихожане, поэтому было принято решение перестройки храма. В 1833 году соизволение императора Николая I пределы старого храма были перестроены, увеличены. Сам император добавил 16,5 тысяч рублей к сумме, собранной прихожанами. Строительство шло под руководством начальства военных поселений. Если говорить о интерьере Воскресенского собора, составление проекта было поручено архитектору Стасову. Были сломаны пределы, паперти, апсиды, а затем возведены вновь. От старого здания были оставлены лишь северные, южные и западные стены, но и на них перебиты окна, срубленный и заштукатуренный декор. В 1833 году старорусским епископом Тимофеевым были освящены пределы, а в следующем году главный престол. До 1936 года собор служил храмом для рушан. Позднее в его стенах разместился Крывеческий музей города. Во время Второй мировой войны немецкие войска превратили собор в конюшни. В ходе бомбежек и боев были утрачены барабаны, галереи, в стенах имелось множество пробоин, была порождена крыша. На колокольне утрачены шпиль, купол, куранты и деревянные перекрытия. После освобождения старой русы в соборе располагались клуб, кинематограф, различные склады. В 1884 году после капремонта был открыт музей Северо-Западного фронта, где принимали в пионеры юных школьников. В сентябре 1992 года в Воскресенский собор были доставлены 8 колоколов, отлитых в городе Каменск-Уральске. В 2008 по заказу Федерального агентства по культуре и кинематографии начались реставрационные работы. Сам храм решено перекрасить было в красный цвет, которого он никогда не имел. Как и в общем и позолоты. 16 мая 2009 года состоялся чин освящения и поднятия девяти крестов на отреставрированные золоченые купола. Ну так вкратце из Википедии о соборе Воскресения Христова, которое находится в Старой Руси. Пока-пока, до свидания.